Одной из первых на приём пришла заместитель директора Десногорской библиотеки Ирина Захарова. Коллектив библиотеки обеспокоен состоянием книжного фонда. Книги ветшают, средств на закупку новых изданий нет. Ирина Захарова обратилась с просьбой о материальной помощи для пополнения библиотечного фонда. Игорь Ляхов заверил, что необходимая сумма будет выделена. Председатель садоводческого товарищества «Надежда» Василий Томилин рассказал о проблемах энергоснабжения на территории товарищества и попросил оказать содействие в ремонте линий электропередач. Заместитель директора Детско-юношеской спортивной школы Татьяна Святоха задала вопрос о продолжении строительства ледового дворца в Десногорске. Игорь Васильевич нам лично прокомментировал данный вопрос. То строительство, которое начато, сейчас будет снесено. И в рамках подписанного соглашения между бизнес-партнёром и руководством области здесь будет построен новый спортивный комплекс. Но он будет иметь уже собственника. Ни область, ни город – это будет собственник, тот предприниматель, который будет в рамках соглашения здесь строить данный объект. Также десногорцы просили помощи в трудоустройстве, оформлении гражданства, предоставлении участка многодетной семье. Обсуждались и другие вопросы – неправильные парковки, тарифы ЖКХ, капитальный ремонт, бездомные животные, утилизация ТБО. Всего же за время приёма граждан спикером Смоленского парламента было рассмотрено несколько десятков различных обращений. По словам главы города Андрея Шубина, такие встречи помогают понять, с какими именно проблемами сталкиваются десногорцы. В результате данного визита мы можем решить определённые вопросы по нашей территории. В Десногорске у него тоже есть своя особенность, индивидуальность. И поэтому такие вот вещи, я думаю, что они довольно-таки полезны, пойдут на пользу всем, в том числе и нашим горожанам. Все обозначенные во время приёма проблемы зарегистрированы, намечены механизмы и сроки их решения. В завершении визита делегация посетила благоустроенную парковую зону.